Дарья Давыдова Дарья Давыдова Дарья Давыдова Я в дзюдо с 8 лет, сейчас мне 32, и все это время дзюдо одна из самых главных ролей занимала моя жизнь. Я дала очень большое количество времени этому виду спорта, у меня были цели. В общем, дзюдо – это моя жизнь, я это очень люблю и советую всем заниматься, не бросать этот прекрасный вид спорта. Дарья, а вот скажите, вы сказали вот про «я не динамовка», а где вы вообще начинали свой путь дзюдо? Ну, может быть, не так вот, знаете, долго расскажете, а так вкратце. И какое спортивное общество представляли? Я сама родом из маленького городка в республике Казахстан, город Бугульма. Свой спортивный путь я начинала там. Сейчас я от ЦСКА выступала, а тогда, наверное, в Министерстве образования у меня было что-то такое. Как сейчас в городе Бугульма развивается дзюдо? Честно, не знаю, потому что я уехала оттуда в 17 лет, я переехала в Самару, год жила там, год прожила в Самаре, и потом уже переехала в Тюмень, и вот там до сих пор, в городе Тюмень. В Бугульму я очень редко езжу, потому что у меня было очень много дел, так скажем, и не всегда получается в Бугульму приехать, поэтому я не знаю, на каком уровне счет там. Сейчас вы завершили спортивную карьеру, но с дзюдо вы пока не расстаетесь. Какие у вас сейчас взаимоотношения с дзюдо? Да, получается, в городе Тюмени я открыла свой клуб, клуб дзюдо, поэтому дзюдо до сих пор в моей жизни. Передаю опыт молодому поколению и хочу вырасти чемпиона. Вот я, когда комментировал прямой эфир, говорил о задачах тренеров, наставников. Как вы думаете, что самое главное для тренера, для наставника, для педагога в его педагогической деятельности? Это очень сложный вопрос. Не, не, Дарья, я так хочу сказать. Значит, смотрите, сейчас я просто маленькую ремарку сделаю, что то, что вы сейчас скажете, это не означает, что, может быть, это всегда будет так, ваше понимание. Потому что, конечно же, как и понимание дзюдо с возрастом, оно может быть немножко меняться, да, потому что мы же взрослеем, да, и в педагогической деятельности, и вообще везде. Поэтому вот сегодняшнее ваше понимание, вот важно, что для наставника? Ну, мне кажется, важно понимать детей, да, почитать ребенка. Одному нужно, с одним нужно послужим, с другим нужно, наоборот, подобрее как-то, да. И вот надо научиться читать ребенка, какой подход надо к нему найти, вот. И, во-первых, любить детей, любить дзюдо, и не знаю. Мне сложно сказать, потому что я только начинаю. Я вообще пока сама в этом разбираюсь, и я не могу пока советовать никому, что и как лучше сделать в этом виде спорта. А я могу вам маленький совет дать? Да, конечно. Когда я учился в Кцаливке, я уже об этом говорил в прямом эфире, у нас лекции читал такой известный в мире дзюдо профессор Иван Дмитриевич Свящев. Вы слышали, наверное, о таком? И он нам тоже задал, молодым специалистам Кцаливка, вопрос, что самое важное для тренера, для педагога. Ну, мы там многое говорили, и, конечно, мы говорили, вот, чемпиона, победители и так далее, но он всем нам не за счет показывал. Мы так удивились, спрашивали профессора, в чем дело, почему так? Он сказал, самое главное для тренера не навредить здоровью ученика. Вы согласитесь с профессором? Да, это прям в точку сказали. Я об этом тоже сказал, так что я вам вот тоже такой вот совет. Потому что есть еще такие важные инвестиции в человека, и первая инвестиция, это, конечно, в здоровье. Если нет здоровья, то, соответственно, и ни о каком результате вообще речи не может быть. Скажите. Да, да, да. Ну, и вообще, в принципе, что, как бы, понятно, мы все хотим чемпиона, но даже просто, что у нас детки занимаются, они где-то по улице бегают, а именно в спорте. Это здоровье, да, это здоровье нации. Это очень важно. Не все, конечно, будут чемпионами, все это понимают. Но то, что они в спорте, то, что они занимаются, это тоже очень здорово. Вот, скажите, мы сейчас заговорили о здоровье. Большой спорт, конечно, отнимает много сил, да, и энергии. И в том числе, конечно же, бывают какие-то недоразумения со здоровьем, травмы. Как в вашей спортивной деятельности пронесло мимо вас или все-таки были какие-то травмы? И как вы вот сейчас, допустим, справляетесь, если были какие-то травмы? Как вы поддерживаете свою форму, как вы поддерживаете свое здоровье сегодня по завершению спортивной карьеры? К сожалению, травмы у меня не обошлись стороной. За всю мою спортивную карьеру у меня было три операции. Одна серьезная, две такие, не очень. Ну, это колени, то есть мне оперировали крестобральную связку, это вот тяжелая операция, и два менистка. Менистки это вообще не серьезная травма. Но я полностью восстановилась, меня это никак не беспокоит, то есть никаких проблем у меня нету. Я здорова, полна энергии, могу все, что я могу сделать. Сейчас я дидо не занимаюсь, но хожу на фитнес, поддерживаю свою форму и преподаю тоже фитнес. Вы сказали, что вы открыли в Тюмени, в таком городе, где, в принципе, дзюдо достаточно развито, свой клуб. Это клуб дзюдо или это клуб, ну, такого, как фитнес, или что-то связанное с другим направлением физической активности? Ну, вообще, да, это спортивный клуб, но, естественно, у меня упор на дзюдо, но также там проходят тренировки и по фитнесу, и по калитете, и в скором времени танцы еще оттуда. Не трудно ли развивать дзюдо в городе, где есть такие титулованные клубы и центры дзюдо, там Тюменский центр дзюдо? Тяжело, но справляемся, работаем над этим. Ну, да, в Тюмени очень развито дзюдо и очень много частных клубов, но я открыла в таком месте, где рядом ничего нет, поэтому все нормально. Ну, а есть не секрет, в каком месте? Ну, это какой-то новый район, жилой. Да, это новый район, получается, не в самом городе, а рядом. Деревня Дударева называется, ну, это буквально там 5-10 минут от города. И вот это новый район, он только заселяется, расстраивается, ну, прям хорошенько расстраивается, и рядом нету ни дзюдо, ничего нету, поэтому все хорошо. Вот скажите, многие говорят, вот, когда выходят на татами, там, юноши и так далее, слышно от тренеров такие фразы, ну, там, дзюдо или борьба из мальчиков делает настоящих мужчин. А что делает дзюдо или борьба из девочек? Во-первых, закаляет характер, очень воспитывает характер, волю, придаёт уверенность в себе, вот, повышает самооценку, мне кажется, и это тоже, я с детства этим горела, я очень всегда мечтала и грезила об Олимпиаде, то есть для меня это было что-то невероятное, и я с детства мечтала об этом, и хотела этого достичь, и у меня получилось, правда, без медали, конечно, на Олимпиаде, но хотя бы участие на Олимпиаде для меня тоже, я очень довольна этому. Если у девочки есть мечта и цель, то всё возможно. А вот у вас вы сказали про мечта, вы вообще в дзюдо пришли сами, или вы как-то вам кто-то посоветовал? У меня отец дзюдоист, мастер спорта СССР, вот, и вообще, как я пришла в дзюдо, они меня пытались родителей на танцы отдать, там, или ещё на какие-то девчачьи, у меня нет, не лежала к этому душа, вот, и у нас в городе Багульма были соревнования, мой отец там участвовал, вот, и мы пришли с семьёй его поддержать, поболеть, вот, и что запало в мою память и душу, что он в первой схватке травмировал меня, что с кистью, ему наложили гипс, вот, он продолжил бороться, видимо, тогда можно помнить, что, и, в общем, и он выиграл эти соревнования, и это меня так поразило, и я к нему подбежала, и говорю, пап, я тоже хочу дзюдо заниматься, и вот всё, с тех пор, я в дзюдо. Вот скажите, вы думаете, что дзюдо может как-то своей деятельностью влиять на разные качества человека, ну, имеется в виду, вы слышали о таком транспаранте, кодекс чести дзюдоиста, слышали, да, там, дружба, уважение, там, и так далее, и тому подобное, как вы думаете, вот дзюдо может влиять и развить в человеке эти качества, если их у него нет, или это всё-таки генетические качества уже должны быть в человеке? Интересный вопрос. Ну, мне кажется, в первую очередь это родители прививают деткам. То есть это генетически должно быть уже? Я считаю, что да, конечно. То есть вы добрые генетически? Да, я да, я очень добрая. Вот, но я много где ездила, да, много кого смотрела, видела, и очень, ну, в виду, очень редко я видела какие-то неприятные ситуации между спортсменами, это были случаи, но они очень редки и единичные, поэтому, и я думаю, тренера также, они воспитывают детей, что нужно уважать соперника, да, там, уважать его, потому что даже когда мы выходим на катами, мы кланяемся друг к другу, потом после поединка, так же, как бы он не закончился, мы так же кланяемся соперника. То есть это уважение, всё равно деду воспитывает уважение к сопернику, и вообще деду классный вид спорта. А вот вы говорите, классный вид спорта. Нет, не подумайте, что я хочу как-то вас подловить на чём-то, не-не-не-не-не. Ну, а вы сказали, что сейчас вы больше внимания уделяете фитнесу. Нет, нет, я не больше внимания, я, да, лично я. Лично вы. Вот вы, вопрос сейчас я объясню, почему. Вы можете рассматривать дзюдо как хорошую технологию, как фитнес-технологию? Да, но мы, кстати, сейчас тоже у меня в клубе открываем группу взрослого дзюдо, то есть кто никогда не занимался, там могут прийти попробовать, я думаю, это очень интересно. Но всё равно есть же такие стереотипы, что, допустим, ну вот, сейчас спрашиваю, ты спортсменка, да, каким видом спорта занимаешься? Я говорю дзюдо, и они сразу, у них стереотип, что это должны быть какие-то подловатые девочки. Сломанные уши. Да, сломанные уши, это такие стереотипы и есть. И поэтому вот так девочки, ну, женщины, девушки, им сложно прийти на дзюдо, потому что там у них есть стереотипы, что дзюдоистки, они должны быть какие-то вот мужикоподобные, правильно? Вот, и как-то нужно менять эти стереотипы. У нас очень много красивых девочек, которые очень женственные. Ну, понятно, что на татами мы, естественно, там агрессивные, там хотим победить, и это нормально. Но за татами мы выходим, мы такие же девочки, беззащитные, иронимые. Поэтому это всё стереотип, что девочки такие мужикоподобные. Вот, а вообще, да, я согласна, что, допустим, полноценная тренировка дзюдо заменит тебе и фитнес, и качку, и всё тому подобное. Но мне уже много лет, и я чуть-чуть устала, и хочется разнообразия. Я никогда не занималась фитнесом. Мне это интересно новое направление, но дзюдо, безусловно, первое место в моей жизни. Один старый мастер каратэ, вот буквально недавно я слушал один репортаж, ему было уже за 90 лет. И на вопрос от одного ученика, которому было лет, наверное, там 28-30, как надо тренироваться в каратэ? Он так посмотрел на своего ученика, ну, представьте, мастеру там 93 года на тот момент было, а ученику там 29-30, большая разница, да? Он посмотрел, говорил, тренироваться надо умеренно, да и вообще всё надо делать умеренно. Вы согласны? Нет, я считаю так, что в молодом возрасте нужно пахать, очень серьёзно пахать, чтобы нарабатывать... Мне нравится это слово пахать. Вот. Ну, я имею в виду не с 8 лет, естественно, а там, начиная, там, не знаю, плюс-минус 13 лет, если ты хочешь достичь именно результата в большом спорте. Ну, это типа, что посеешь, что и пожнёшь? Конечно, да. И вот этот возраст, ты должен прям пахать сильно, нарабатывать базу, чтобы у тебя было чем бороться. Когда ты становишься взрослее, ну, как взрослее должен быть, 27-28 лет, ты уже всё равно как в возрасте. И там ты уже на опыте, умеренно, вот, чётко, что только что нужно, то делаешь, и вот. В общем, ребятки, в маленьком возрасте, когда вам 17, особенно 18 лет, обязательно, если вы хотите достичь больших результатов, только пахатой, только трудолюбием, тренируйтесь, пошите. После тренировки оставайтесь, доделывайте, в общем, тренируйтесь. Вы ещё не устали разговаривать со мной? Вы, может быть, устали. Нет, тогда ещё продолжим, я просто спросил. Вот сейчас вы сегодня на этом мероприятии в роли ещё не только почётного гостя, но ещё в роли наставника. Что это за роль такая? Вот сегодня и узнаем, как мне объяснили, что вот ребята борются, выходят в финал, да, и формируются команды. Кто сверху под группой идёт, короче, кто в белом кимоно, моя команда, кто в синем кимоно, чужая команда. И вот мы с ними познакомимся, пообщаемся, я их настрою, скажу напутственные слова, и буду выводить их на финалы, на соревнования. Буду болеть, поддерживать. Так, это будет уже в финальной части. Хорошо. Вот вы сегодня уже понаблюдали тут за ребятами. Конечно, возраст ещё, наверное, может быть, рановато говорить о каких-то там будущих звёздах, да, которые здесь могут выходить. Ну, всё возможно, да? Как вообще вам вот борются вот здесь юноши, ну и, может быть, вы уже наблюдали, вот я смотрю, девушек. Да, я больше, конечно, у меня голова повёрнута в сторону девочек. Ну, вы правильно говорите. Ещё только возраст, ещё сложно говорить что-то о будущем или что-то молодцы. Во-первых, главное, что всегда нужно, что девочки бьются. То есть не так просто вышли, там что-то попадались, ушли, а видно, что бьются, борются за победу. И вот это очень важно, характер должен быть, должна быть жажда до победы. Нужно хотеть выигрывать, особенно в этом возрасте. Так что всё возможно. А вот именно у вас, Дарья, когда вы почувствовали вот это вот, что что-то у вас может получиться в таком большом соревновательном дзюдо? Ой, это было очень давно, я уже плохо помню. Но, во-первых, могу сказать ещё о том, что в моём возрасте девочек было мало, и я соревновалась с мальчишками. То есть у меня даже первые соревнования, вот такие соревнования, я поролась среди мальчишек. И выигрывала их. И тогда, наверное, я поняла, что раз я мальчишек выиграю, то значит, что мне девочек вообще порула. Вот. И первая моя победа, ну, то есть у меня как-то стабильнее, я с маленького возраста начала, у меня получалось. То есть я и по юношам Европы выигрывала, это до 17 лет, получается, и в сборную я попала, с 15 лет уже в сборную России. То есть, ну, как бы с детства у меня получалось, и я шла к своей цели. В следующий год будет такой очень, ну, значимый. Во-первых, это будут Олимпийские игры в Париже, это раз. Во-вторых, будет юбилейный год, 60 лет, как в программе Олимпийских игр существует дзюдо. Ну, как все знают, в 1964 году первое дзюдо появилось на Олимпийских играх. Ну, вот в этой связи, скажите мне, не мне, а всем, кто смотрит прямой эфир и слышит нас, какие-нибудь такие вот пожелания и напутствия в этой связи. И, тем более, Новый год скоро не за горами. Но после, извините, я немножко отвлеклась, но после нашим слушателям, да? Да, да, да. Ну, вот в преддверии больших таких юбилейных дат, как 60 лет включения в Олимпийскую программу дзюдо, то, что год Олимпийский, да, в Париже будут Олимпийские игры. И, ну, и вот Новый год скоро. Да, ну, во-первых, наверное, нас больше родители смотрят, да, и если детки смотрят, то, смотрите, во-первых, деткам обязательно нужно со своим тренером очень хорошим быть в коннекции, правильно? Если вы своему тренеру не доверяете, там, или что-то, это очень плохо, из этого тоже ничего не выйдет. Вы должны приходить на тренировку, полное доверие своему тренеру, когда что-то выйдет. Тренируйтесь обязательно, родители, верьте в своих детей, должно быть 30, если вы хотите. Это сам спортсмен по фото, это хороший тренер, наставник, который наслаждает на правильный день, родители, которые поддерживают ребенка, благодаря на что. Вот, то есть три составляющие наружного спортсмена. Поэтому дидо прекрасный вид спорта, еще раз повторюсь, я люблю его всей душой и желаю каждому присоединиться к этому спорту. Пусть не каждый будет чемпионом, но это уже классно, что вы занимаетесь спортом, поэтому всем удачи, если вы хотите, тренируйтесь, верьте в себя, у вас все получится, все возможно. Я там с маленького городочка под названием Бугульма и все равно достигла каких-то результатов, хотя очень мало было шансов пробиться с такого города, но я смогла. Поэтому верьте в себя, в свои силы, все возможно, если вы захотите, все возможно. И поздравляю вас с Новым годом, загадывайте желание, оно обязательно сбудется. Всего вам хорошего, счастья, удачи, любви. Ну вот на этой торжественной ноте мы заканчиваем беседу с Дарьей Давыдовой. Кто услышал нас в прямом эфире, молодцы. А вот у нас тут даже какие-то вопросы есть. Мы сейчас почитаем, давайте, что тут у нас написано. Приветствуем Дарью. Как это фильм «Железный человек» про него? Ну, давайте, Дарья, вот тогда я вас еще не отпускаю. Вы как эксперт, я думаю, что вы, наверное, все-таки с этим связывались, с весом или удержанием, или с гонкой. Как вы это вообще делали? Ну, смотрите, вот если говорить про детей, да, я против, чтобы дети гоняли вес, потому что это еще ребенок, у него организм растет, нужно развиваться. Но если, допустим, ну, скажу так, до килограмма можно, да, до килограмма. Больше килограмма это уже не есть хорошо в маленьком возрасте. Я сама, когда боролась, ну, уже во взрослее, да, там, 18 лет, я гоняла вес много, вот. А уже во взрослом... Ну, много это как? Ну, будем уже откровенны. Вот когда я по юношам боролась, я много весила, я килограмм в пять, наверное, заняла каждое соревнование. Вот. Но потом как-то вес нормализовался с отраслью, когда я стала постарше. И вот во взрослом году, ну, у меня три килограмма было всегда. Ну, то есть для взрослого человека это не так тяжело и не критично. А именно для ребенка я против. Мне кажется, вот до килограмма, больше килограмма нежелательно гонять. И как еще? Вот как гонять? Это же надо все-таки знать, как гонять вес. Значит, нужны какие-то специалисты, кто могут подсказать, как это грамотно делать. Мне бы ущерб опять здоровью. Да, конечно. Ну, я только на своем примере могу рассказать. Но, допустим, у меня через неделю взвешивание. Я беру недельку, просто урезаю себе еду, кушаю только то, что нужно. То есть это сложные углеводы, это макароны, рис, гречка. Это то, что придает силы. То есть, естественно, я убирала все кладкое. И сладкую газировку и соки вообще пить нежелательно. Только воду. Поэтому я все убирала сладкое и поменьше кушала. И ела только нужные продукты, которые дают силу. Восполняет энергетические требования. Да, это вот макароны, сложный углевод и мясо, и клетчатка. Зелень. Так, с весом все понятно. А что делать вот психологически? Как говорится, так трясет, что уже почти землетрясение. Как у вас вообще с этим было? И как вы предлагаете с этим себя адаптировать? Но с ребенком нужно работать. Ребенку нужно объяснять, что вот как я делала. Ну, уже тоже в взрослом возрасте. То есть я стояла перед выходом и в голове прокручивала. Во-первых, не нужно ехать за медалью. Нужно ехать за хорошей борьбой. Если борьба будет хорошая, то медаль, естественно, будет. Если борьба будет плохая, медали не будет. Поэтому нужно думать о борьбе самой, а не о медали. То есть вы стоите, прокручиваете. Так, от правши я делаю это, от левши я делаю это. Я беру такой захват, я беру такой захват. То есть вы прокручиваете все, что вы делаете. И выходите и делаете на татане. А если вот сильно трясет, вы должны объяснить ребенку, что вот смотри, ты тренировался все это время. Ты готовился к этим соревнованиям. Выше головы ты все равно не прыгнешь. То есть ты на каком уровне, ты на таком уровне. То есть ты ниже не упадешь и выше ты. То есть как ты готов? Ты так и отборешься. Ничего страшного не случится. Ты приехал пробовать себя, пробовать свои силы. Ты учишься, это опыт. Не нужно бояться, нужно идти и хотеть выигрывать. И продумывать в своей голове, что ты будешь делать, что не нужно делать. То есть план составлять на схват. И выходить уже. А вот знаете, мы надеемся, что, знаете, как тоже мудрецы так говорят, что когда что-то объясняют, говорят, вы, конечно, ничего не поняли, но процесс уже начался. Вот так. То есть мы надеемся, что процесс понимания у людей уже начинается. Итак, вроде бы мы на все вопросы ответили. Конечно, папе Дарье уважение, уже мы сказали. Мама как поддерживала вообще идею вашего дзюдо. Маме тоже уважение. Спасибо. Ну и, Дарья, спасибо вам. Увидим вас в качестве наставницы вашей команды белых, как вы ее назовете? Белые лебеди? Нет. Не знаю, белые тигры. Белые тигры. Вот. Запомним. Команда Дарья Давыдовой – белые динамовские тигры. Не сибирские, а динамовские. Хотя Тюмень – это сибирь, да? А у нас будет «Динамовские тигры». И вам, Дарья, всего хорошего и в новом году, и вообще вот. Пусть у вас будет здоровье железное. Спасибо большое. Что-то тут еще. Спасибо, все понятно, процесс пошел. Вот. Видите, процесс пошел. Может быть, никто не понял, но процесс пошел. Самое главное. Все, мне было очень приятно. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.